Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН. Продолжают новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Сегодня выпуски. Торговля под колесами. Придорожных торговцев безопасность покупателей не беспокоит. Остерегайтесь карманников. В общественном транспорте надо быть внимательными. Гигиена и здоровье рука об руку. И сейчас обо всем подробнее. Придорожная торговля с риском для жизни покупателей. Вдоль въездной трассы на участке от Жигинки до Уташа расположились незаконные павильоны. Не местные производители, а может и вовсе перекупщики из соседних с Кубанью регионов, не хотят слышать требования властей перейти на площадки, где есть автомобильные съезды. Ежедневно нарушители составляют протоколы. И днем, и вечером сотни автомобилей проносятся здесь на приличной скорости. Остановиться на обочине можно в случае крайней необходимости. Но явно не за тем, чтобы прикупить пару килограммов помидоров. Хорошо, если поплатишься только штрафом. А если здоровьем или жизнью. О том, что до трагедии недалеко. Стражам порядка на совещании напомнил глава Анапы. Два года, как установлены знаки, остановка запрещена. А где патруль? За позапрошлый и прошлый год там убили три человека. В дорожно-транспортных происшествиях. Которые переходили к торгующим через проезжую часть. Я предупреждаю вас и вас, уважаемые сотрудники полиции. Если там хотя бы одно дорожно-транспортное происшествие будет с тяжкими последствиями, я молчать о вашем бездействии не буду. Вы будете отчитываться о том, почему там нет наряда и почему люди останавливались в зоне действия дорожного знака остановка запрещена. Все понятно? Соответствующую подготовку имею. Докладываю вам. А то играемся, играемся. Одна жизнь человеческая стоит дороже всех тех арбузов, которые там сто лет будут выращивать. Альтернатива на этом участке трассы есть. Обустроенные торговые площадки. Автомобильный съезд, парковка. Можно без проблем загрузить мешок другой картофеля и не опасаться, что пока выбираешь арбуз, какой-нибудь лихач снесет пол капота. Нужно, чтобы был обязательно зеленый хвостик. Это говорит о том, что арбуз свежесорванный. Чтобы он вот так вот звенел. Ну и желательно, чтобы была девочка. То есть пятнышко побольше. Сейчас говорят, какой-то шок девочек. Есть все необходимое. Мувальники, туалет, нет ничего лишнего. И торговля идет до самой темноты. Поэтому сделали ограждение и подсветку. Все по-человечески. Нам самим очень приятно, что нам разрешили. И хотела выразить большую благодарность руководству как Дрегинского и сельского округа, так и администрации Анапы. За то, что дали возможность, что мы все облагородили и в нормальных человеческих условиях работаем. Очень приятно. Потому что мы фермеры, очень много лет занимаемся землей. И не всегда бывало возможности, чтобы так вывезти свой товар и торговать. Приезжают люди довольны, рады. Они видят, они могут зайти, выбрать. То есть их это очень привлекает. С придорожной торговли начинается знакомство с Анапой. На наших въездных трассах в едином стиле, разработанном краевыми властями, обустроены 11 сельскохозяйственных площадок. Такой пример. Крестовское фермерское хозяйство «Чигель» за нашей спиной находится. Здесь есть съезд. У них красивая банеризация идет. По схеме построен сам павильон. Есть парковка, есть туалет, есть где помыть руки, есть уголок потребителя. Все очень красиво, надежно и, самое главное, безопасно. Мы предлагаем всем людям, кто хочет заниматься сельскохозяйственным производством и реализовывать вдоль трасс, по аналогичной схеме выполнять эти торговые места. Но, к сожалению, не до всех у нас получается достучаться. Есть у нас очень сложный участок дороги. Это от Уташа до Джигинки. Идет практически тут 2 километра, где люди не соглашаются. Хотя, если посмотреть, вот на сегодняшний день есть съезд, а напротив него есть поля, с которых просто необходимо перейти им через дорогу и установить эти самые торговые места. Не хотят переходить, потому что конкуренции боятся не выдержать. Сами не местные из Ростова, а то и из более отдаленных регионов. Неопрятная и торговля такая же. Грязная, без опознавательных знаков и, конечно, документов. Каждый день на нарушителей составляют протоколы. Причем не только на тех, кто торгует. По требованию главы города к работе подключились сотрудники ГИБДД. Штрафы ждут автолюбителей, игнорирующих правила дорожного движения. Дорого выходит авоська с продуктами. Вчерашняя авария на Пионерском проспекте у всех на устах. В отделе по транспортной связи администрации города провели совещание с перевозчиками и в очередной раз акцентировали внимание на проблемных моментах. В среду на Пионерском проспекте в районе санатория Давиль автобус маршрута номер 114 врезался в движущийся по полосе трактор. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель трактора. Генеральный директор ООО «Старт» Александр Азарян назвал свою версию происшествия. Причина, потому что двигаются по букве А разные транспортные средства, которые препятствуют автобусам передвигаться по данному маршруту. Наш автобус был технически исправным в состоянии. У нас каждое утро перед выходом на линию автобусы проверяются, водители проверяются медиками перед выездом на линию, что трезвый, здоровый. Автобусы все проверяются через линию осмотра. У нас имеются катки, тормозную систему проверяем, рулевую. Так что автобусы на сегодняшний день мы усилили. И перед каждым выездом на линию постоянно усиливаем мы осмотр транспорта. После административного расследования виновники ДТП понесут наказание по всей строгости закона. Последнее время аварийность на курорте с участием маршрутных транспортных средств увеличилась. Хорошо, больших последствий травмы пассажиров не принесли, но стоит задуматься. Заострите внимание на утренних инструктажах водителей перед выпуском их на линию. Потом они укоснительно соблюдены правду, нужно отъезжать. Обсудили и другие проблемы в сфере пассажирских перевозок. Автобусы курорта должны быть оснащены системой ГЛОНАСС. Однако не у всех транспортных средств она находится в исправном состоянии. Принято решение в течение недели провести полную инвентаризацию автопарка, чтобы все автобусы имели устойчивую связь с системой контроля. Особое внимание соблюдению расписания маршрута в вечернее время и установленных тарифов на проезд. В каждом автобусе должны быть на видном месте таблички с указанием стоимости проезда. В свою очередь перевозчики забили тревогу. В городе орудуют карманники. Чаще всего кражи происходят в автобусах маршрута номер 109. Они заходят, уже мои вычислили водители, заходят с центрального рынка, как бы едут, прошмонали и то на хлебзаводе выйдут, то на микрорайоне выйдут. То есть они по городу едут? По городу, да. Чисто по городу. Они садятся по городу, шик-шик-шик прошерстили. В местах большого скопления людей, на остановках и в переполненных пассажирами автобусах, мошенникам удается остаться незамеченными. Мы обращаемся к анапчанам и гостям курорта. Будьте бдительны. Специалисты Управления муниципального контроля и торговли провели мониторинг улицы Красноармейской. Выявили точки несанкционированной торговли. Предприниматели предупредили об административной ответственности. Мониторинг улицы Красноармейской проходил от улицы Крымской до детского парка. Предприниматели пытались задействовать в торговле каждый сантиметр прилегающий к объектам территории. Специалисты проинформировали предпринимателей о соблюдении правил торговли. Предупредили коммерсантов об административной ответственности. Реализаторы незамедлительно убрали товары с территории общего пользования. Ведь штраф за несанкционированную торговлю в первый раз составляет 2000 рублей, а во второй и последующие разы уже 5000. Что должно заставить людей задуматься, стоит ли нарушать правила. Лето не время болеть, однако типичные для жаркого сезона инфекции не дремлют. Медики тревогу не бьют, но предупреждают о последствиях невнимательности и несоблюдения правил личной гигиены. Свежие вымытые продукты, чистые руки – элементарные правила, которым надо следовать, чтобы не подхватить инфекцию. Одна из наиболее распространенных летних инфекций – ротовирусная. Также стоит опасаться бактериально-кишечных инфекций, вызывающих сальмонный лёс, дизентерию и другие заболевания. Один из источников заражения в летний сезон – это ягоды, овощи и фрукты, которые в большом количестве продаются с ладков на рынках. На рынке пробовать овощи и фрукты нельзя, потому что продукты должны промываться, фрукты, овощи должны промываться проточной водой, желательно горячей водой, и зелень желательно замачивать, чтобы не было контакта никакого с землёй. В списке быстро портящихся продуктов мясо, молоко и рыба. Признаки порчи могут быть практически незаметны. А вот последствия употребления таких продуктов в пищу очень неприятны. При покупке отдавайте предпочтение фабричной упаковке. Обязательно внимательно проверьте срок годности. Первые симптомы – это повышение температуры, чувство жара, озноб, боли в мышцах, боли в суставах могут быть, то есть общие недомогания. И, как правило, если это пищевая токсикоинфекция, то это тошнота, рвота. Или может инфекция протекать по типу энтероколита – это частый жидкий стул, боли в животе, рези. Чаще взрослых от летних инфекций страдают малыши. К детскому меню повышенное внимание. Не устраивайте в жару перекусы на улице. Не рискуйте здоровьем ребенка. Деток часто приходится и капать. Но самое главное – это поить детей. При развитии кишечной инфекции обязательно нужно деток отпаивать. Хоть по чайной ложке. Поить, поить, поить. И самое главное, о чем не устают напоминать врачи – не занимайтесь самолечением. Жители Кубани собрали для годовала Алисы Фоменковой из Анапы почти полтора миллиона рублей. Ребенок начал проходить дорогостоящие лечения. Съемочную группу голубоглазая именинница встречает с недоверием. Впрочем, уже спустя несколько минут Алиса осваивается в новой компании и даже строит глазки оператору. В октябре прошлого года на плановом приеме местный окулист обнаружил у девочки внутриглазное образование. Малышку с мамой срочно отправили в Краснодар, где врачи подтвердили страшный диагноз. Рак с сетчатки обоих глаз. Я не могла подумать, что такое может случиться. Я до последнего не верила. И когда мы в Краснодар приехали, мне даже показывали то, что у моего ребенка в глазу, я не верила. Ну это же мой ребенок. Как может быть такое? Чтобы остановить рак и сохранить Алисе возможность видеть своими глазками, малютки назначили курс химиотерапии. Но опухоль продолжала расти. Снова бессонные ночи. И вот, наконец, первый успех. Состояние девочки стабилизируется после лечения лазером и дорогостоящих уколов в глазах. Вот только посещение специализированной клиники молодым родителям не по карману. Каждая поездка, а их от одной до трех в месяц, обходится семье почти в 300 тысяч рублей. На призыв о помощи откликнулись сотни неравнодушных жителей Кубани. Порядка полутора миллиона рублей уже передали на лечение Алисы. И благотворительный фонд «Край добра» продолжает сбор средств ради спасения жизни ребенка. Я долго не верила, что, возможно, видимо, старший человек, чем моя дочь, и уже как-то меньше в сказки веришь. Но сказка случилась, наверное, так. Сейчас состояние ребенка стабилизировалось. Роковая опухоль перестала расти и размножаться. А главное, Алиса видит мир вокруг своими глазами. Но ей по-прежнему требуется ваша помощь. Лечение может затянуться на месяцы, а то и годы. Ведь если пропустить хотя бы один курс, опухоль может снова начать расти. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон, магазин изделий из камней самоцветов, тайной медной горы. В пятницу 14 августа в Анапе малооблачно с прояснением. Температура воздуха днем плюс 21-29 градусов, ночью до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 28 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин тайной медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин тайной медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». А магазин «Доступная и качественная одежда для детей и взрослых модная школа» поможет подготовиться к 1 сентября. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь, до новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе «Анапы». Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Редактор субтитров А.Семкин